Радон это радиоактивный газ, который вызывает рак легких и не только. Я расскажу, что это такое, где он присутствует, как защититься и как измерить концентрацию этого радиоактивного газа, который не имеет ни запаха, ни цвета, ни вкуса. Радон, этот радиоактивный газ, образуется в процессе распада радия, а он в свою очередь образуется при распаде урана, который содержится в граните и других горных породах. Оттуда по разломам, микротрещинам он и попадает в почву и воду. Период полураспада радона около трех с половиной суток. При распаде радона образуется шесть радиоактивных изотопов от полониума до меркурия. Радон в восемь раз тяжелее воздуха, потому он скапливается в плохо проветриваемых низинах, хорошо растворим в воде и потому часто выносится с подземными и артезианскими водами на поверхность. Люди пьют ту же родниковую воду, думая, что родники все безопасны и даже полезны. Так что знайте хотя бы теперь, что родник, хотя это слово и душевное, но вовсе не означает того, что вода в нем полезна и даже безопасна. Она может быть загрязнена в родниках многих и тяжелыми металлами и радоном. Часто радон и продукты его распада накапливаются в шахтах, штольных, пещерах, подвалах, в квартирах, домах, особенно на первом и втором этажах. Особенно в плохо и редко проветриваемых помещениях, а также в любых помещениях, где есть бетон и кирпич. Есть на Земле места, где родона нет, а есть, где его много или, скажем, раньше не было, но появились какие-то глубинные разломы или трещины и пошел родон. Есть, конечно, карты родонового излучения. Какие-то из них можно даже в сети найти. В горных районах родона больше, чем на равнинах. Половину от всей суточной радиации, поглощаемой так или иначе человеком, он получает в виде альфа и бета излучений именно от родона. Родон содержится даже в кирпиче, ну так как он содержится в некоторых глинах. По-хорошему, кирпич для строительства домов и печей надо проверять на родон, а также надо проверять щебенку, особенно гранитную, и бетон, особенно тот, в котором гранитная щебенка. Само собой изделия из гранита, да и вообще любые изделия из горных пород. А кто занимается стройкой, отделкой, обязательно надо иметь специальные дозиметры родона. Родон при вдыхании облучает легкие альфы и бета частицами. И это вторая после курения причина возникновения и смерти от рака легких. Через легкие родон попадает в кровь вместе с другими газами, содержащимися в воздухе. А кровью разносится во все органы и ткани нашего организма, и потому родон опасен для всех органов и тканей. Особенно для органов кроветворения и лимфатической системы. Обязательно надо проверять строительные и отделочные материалы. Знайте, что безопасная норма до 0,1 максимум 0,3 микрозверта в час. Полагаю, в наши дни каждый должен иметь измеритель родона хотя бы один на семью. Ну хотя бы с учетом ближайших родственников. Можно передавать из семьи в семью, да и купить складчину. Несколько советов постройке. Вентилируемые поднятые фундаменты более безопасны. Есть специальные марки бетонов или бетоны, где нет пор. Со специальными добавками, ну как вот для гидроэлектростанций, то есть полностью влагонепроницаемые бетоны. Такие бетоны не пропускают газ родон. Полиэтилен пропускает родон, но, например, гидростеклоизол не пропускает. Ну а теперь тот прибор, который я ждал, который я рекомендую, которым я сам теперь пользуюсь. Это мультифункциональный анализатор родона и качество воздуха вообще. На мировом рынке этот прибор аналогов не имеет. Дело в том, что он анализирует сразу одновременно 8 параметров качества воздуха в любых помещениях. И тем самым поможет любой семье обезопасить себя даже от таких смертельно опасных загрязнителей, как родон. Данный прибор анализирует уровень родона и любых вредных частиц меньше 1 нанометра, которые моментально всасываются через альвеолы легких в капилляры кровеносной системы. Он измеряет частицы 2,5-10 нанометров, концентрацию вредных летучих соединений, таких как альдегидов, кетонов, терпеноидов и других. Он измеряет также влажность и температуру воздуха, а также риск образования плесени в помещениях. В него заложена и такая программа. Все измерения происходят автоматически. Изучать меню, перенастраивать ничего не надо. Информация о качестве воздуха выдается на дисплее в понятном для простого пользователя виде. Прибор питается от встроенного перезаряжаемого аккумулятора, очень прост в использовании. Одной зарядки хватает более чем на месяц использования. Но также прибор можно использовать от сети, даже без аккумулятора. Что ж, ну а поскольку прибор совершенно недорог, в несколько раз дешевле даже не самых дорогих смартфонов, то, по-моему, выбор для любого разумного человека понятен. В любые города России и страны мира вы можете заказать и получить эти приборы, и любые другие наши приборы, продукты и иные товары. Появился опять в продаже детоксер продуктов питания. Посмотрите о нем обязательно, вот это видео, и ссылку на прибор я оставлю. Есть измеритель электромагнитных излучений, имейте это в виду. Второй по важности, значимости, прибор дома. Также есть тестер доброкачественных и злокачественных опухолей, как он это определяет. Посмотрите данное видео, ссылку на товар также оставлю. Есть ультрафиолетовые карманные, маленькие портативные стерилизаторы поверхностей. Ну а вообще посмотрите два раздела. Приборы по воде, там есть генераторы водорода и свободных электронов, как персональные, так и проточные, и другие приборы. Ну и, конечно, раздел приборы для воздуха. Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет, и вы сделаете хорошее дело. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил в той или иной связи или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, все то, о чем я говорил, и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся, и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране, поэтому спокойно оплатите. А мы вам спокойно вышлем, если работает почта России, у вас наш товар, ваш заказ, в вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.